Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео. Сегодня я хочу поговорить об очень громком заголовке, который сейчас будоражит сознание инвесторов. Он буквально распространяется как пандемия по интернету. Поэтому я решил включиться в эфир и успокоить людей. Поэтому поговорим об этом и закончим немножко менее важной темой, но все же очень весомой, если ты хочешь зарабатывать на биткоине. Инвесторы должны продавать сейчас до того, как в среду 15 декабря 2021 года случится неминуемый крах. Об этом предупреждает Банк Америки. Аналитики этого банка аргументируют свое предупреждение тем, что ФРС США уже в эту среду поднимет процентные ставки. Кроме этого, они же заметили поразительное сходство между развитием технологий во время пузыря доткомов 2000 года и сегодня. Ключевой момент всей этой статьи заключается всего лишь в нескольких словах, по моему мнению. А именно в этом говорит Банк Америки. Веришь ли ты в то, что Банк Америки предупреждает всех по доброте душевной выходить из рынка, чтобы не потерять свои деньги? Или же ты думаешь, что они пытаются создать для себя более комфортные для покупки активов условия? Я имею в виду более дешевые цены после того, как своими же действиями спровоцируют этот неминуемый крах, как они выразились прямо в заголовке. Лумин Крэш. Мне кажется, второй вариант больше подходит. Напиши свой ответ в комментариях, то, что ты думаешь. Тем не менее, мы все равно должны обратить на это свое внимание. Ведь об этом говорит не только Банк Америки. Об этом начинают писать статьи и другие ресурсы. Есть такой сайт, как Forex Factory. Здесь мы можем следить за всеми событиями, которые происходят каждый день и которые могут потенциально влиять на финансовые рынки, в том числе на криптовалютный. Давай посмотрим, что будет происходить в понедельник сегодня и во вторник завтра. Да ничего особенного, если честно говоря. Но вот среда, 15 декабря, будет очень-очень важный день. В этом Банк Америки не обманывает. Давай посмотрим, что будет во второй половине дня. Это даже выделено красным цветом. Вот эти четыре события. Во-первых, в среду пройдет собрание Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. По какому поводу? Конечно же, по экономическим прогнозам для Соединенных Штатов. Следующее событие – обсуждение ставки по Федеральным фондам США. И, наконец, пресс-конференция по итогам всех этих событий за среду, 15 декабря 2021 года. И эта конференция станет ключевым моментом для рынков. Я не столь обеспокоен тем, что они там скажут насчет сокращения закупок на рынке ФРС или повышения процентных ставок. Меня больше волнует сам Джером Пауэлл, который пытается всех успокоить. Со слова о том, что инфляции нет, он перешел к интересному термину – Transitary Inflation. Что означает временная инфляция, после которой, по его словам, мы вернемся к таким же инфляционным уровням, которые были до 2020-го. Он говорит, не беспокойтесь об инфляции, все путем. На самом деле это очень интересно, но зайди в магазин и посмотри на динамику цен. Посмотри, сколько ты начал тратить денег просто на продукты. Как здесь не беспокоиться об инфляции? Вот что меня больше беспокоит, чем процентные ставки или сокращение закупок активов, которые, конечно же, тоже очень важны и имеют влияние на финансовые рынки. Но, тем не менее, инфляция – это более долгосрочный аспект. Почему? Потому что люди начнут покупать биткоин, когда окончательно решат, что доллар США больше небезопасен. Об этом говорит Такер Карлсон, американский политический обозреватель, который ведет свою передачу на Fox News. Тем не менее, такие фигуры, как Банк Америки и остальные, изо всех сил пытаются сейчас испугать людей и склонить чашу весов в сторону максимального страха ради своей выгоды. Я думаю, все же ради своей выгоды, а не чей-либо другой. И у них это получается. Люди напуганы, хотя не так сильно, как на прошлой неделе, кстати говоря. Люди очень боятся прямо сейчас. И почему? Потому что первое – из-за средств массовой информации, которые, например, транслируют предупреждение Банка Америки о неминуемом крахе уже через два дня. Второе – это прогноз плана Б на ноябрь в 98 тысяч долларов за биткоин. И, как мы видим, это не оправдалось. Поэтому люди начинают терять уверенность. Это логично. Третье – люди обеспокоены, что в отличие от предыдущих циклов, когда мы подходили к середине декабря, биткоин уже пампился, в этом цикле этого не происходит. Я могу предположить, что этого не происходит не только из-за страхов перед ФРС, сокращением закупок активов, повышением процентных ставок и так далее. Я думаю, что этот цикл просто-напросто удлинен по сравнению с предыдущим так же, как предыдущий был удлинен по сравнению с препредыдущим. Надеюсь, ты понял, что я хотел сказать. Проще говоря, каждый цикл удлиняется, и этот не исключение. Поэтому вполне возможно, что пик этого цикла может прийтись где-то на весну или лето 2022-го. Это, кстати говоря, не мои даты, это даты биткоин-аналитика Бенджамина Коэна, которого я иногда посматриваю. Насчет индикатора страха и жадности. Точно не знаю, кто провел эту работу, но посмотри на этот график биткоина за два последних года. Мы видим здесь, прямо на графике цены биткоина точки, когда жадность, выделена зеленым, и страх, выделена красным, достигали своих максимальных уровней. Интересно то, что на длинной дистанции, если бы ты подбирал биткоин каждый раз, когда уровень страха достигал отметок от 8 до 20, ты бы заработал очень-очень неплохо. В то же время мы видим, что продавать нужно тогда, когда уровень жадности на рынке достигает отметок выше 80. Идеально простая стратегия, не так ли? Но как же сложно ее исполнять психологически. Понимаю. И напоследок я хочу показать тебе одну цитату Яна Касселя. Это микроинвестор из Микрокэп Клаба. Он пишет, что лучшие возможности для инвестиций открываются тогда, когда большинство инвесторов принимают худшие решения в худшее время. Как ты думаешь, сейчас мы это наблюдаем? Люди принимают худшие решения в худшее время. Если да, то это прекрасная возможность для инвестирования. Меня зовут Богатейший Ди. Если видео тебе понравилось или было интересным, не забудь поставить лайк. Это помогает каналу расти, а мне находить мотивацию для создания новых видео. Также подпишись на канал, телеграм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями, комментируй обязательно. Богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok